Мало научиться делать, нужно полюбить дело. Такого принципа придерживается резчик по дереву из поселка Шамары. Александр Блинов нигде не учился работе с деревом. Это ремесло так ему понравилось, что он решил начать вырезать. Мария Колтышева встретилась с мастером. Аккуратненько, не торопясь, вот эту линию мы подрезаем. Торопиться в таком деле нельзя. Дерево – материал спокойный и от мастера требует терпения. Обучая резьбе по дереву, Александр Блинов знает, что говорит. С ремеслом, которое стало делом всей его жизни, он познакомился еще в техниками, где учился на художника-оформителя. Но там было лишь несколько занятий по резьбе. Александру этого показалось мало. И тогда он начал самостоятельно изучать основы. И даже сегодня к каждой работе он ищет свой подход. Всегда хочется такую работу сделать, чтобы она была какая-то непохожая, ни на какие где-то я видел. И еще что не делать, на какие я раньше делал. То есть что-то такое. Всегда хочется что-то новое придумать. Сегодня в коллекции мастера уже несколько десятков работ. Это и букеты из цветов, и целые макеты церквей. Слава о работах мастера разлетелась далеко за пределы села. Был заказ даже из Германии. В основном люди просят сделать что-то на подарки. Шкатулки, именные ложки или вот такие резные разделочные доски. Не забывает Александр и о доме. У него подрастают три дочки. Деревянные игрушки они любят больше обычных. И жена довольна. Когда родилась средняя дочь, отец семейства сам для нее сделал люльку. Чтобы было красиво. У меня была задача красиво, удобно. Такая конструкция тоже я сам придумал. Обычно колыбельки подвешиваются к потолку. Я такой решил сделать. Теперь свой опыт Александр передает детям. Леша в кружок по резьбе ходит всего месяц. Но уже многому научился. Я сделал вот самолет и еще где-то мы еще вырезали дом. Я вырезал. Ребята учатся быстро, но работать им приходится с острыми предметами. Так что первым делом их здесь обучают правилам безопасности. Когда билишь, можешь резко палец вот сюда поставить. Она двигается. И это можно порезать. Вот сюда ложим и вот так вот делаем. Работа с детьми отнимает все свободное время. Но к лету он планирует создать то, до чего руки еще ни разу не доходили. Качели с дерева. А может быть и целую детскую площадку. Благо помощников у него теперь много. Мария Колтышева, Олег Потапов, Вести Урал.